Сегодня 17 сентября 2020 года проводится очная ставка, начало очной ставки 11.13 между свидетелем Рябизовой Людмилой Валерьевной и обвиняемым Амайевым Владимиром Владимировичем. Скажите об обстоятельствах, произошедших 1 августа в районе 21 часа в помещении гипермаркета. Это расположено по адресу город Мурос, проспект Ленина, 34. Стоял в очереди. Кто он? Называйте. Мамаев Владимир. В очереди. Дальше. Я попросила одеть человека маску, потому что без маски мы не обслуживаем. То есть он был без маски? Он был без маски, стоял в очереди. Зашла его на очередь, я попросила одеть маску и сказала, без маски мы не обслуживаем. Мамаев Владимировна ответила, у меня нет маски. Я бы сказала, где можно приобрести бесплатную, ну разовую масочку или платную на инфопункте. Маски гипермаркетные. Дальше что? Ну все, я не буду одевать маску, попросил документ. На каком основании? Так, Мамаев сказал, что он не будет одевать маску, да? Да. И спросил. Спросил. Чего спросил? Документы подтверждают, что мы обслуживаем маски. Что я ему ответила? Пройдите на инфопункт, да, он покажет. Гражданин собрал, пока я нажала на кнопку, вызвать охрану. Вы нажали на кнопку? Нажала в это время на кнопку, да. Для чего вы нажали? Чтобы... Подошел контролер. Чтобы подошел контролер? Маев Владимир в это время собирал свой товар в пакет. Собирал пакет, да, собирал товар в пакет. И с пакетом выходил на выход кассы. Ушел. За кассу в линии, да? За кассу в линии, да. Направился к выходу. Так как контролер не успел подойти, я ему след кричала. Куда вы собрались с пакетом? Мужчина, вы не оплатили товар с пакетом. Контролер как раз ему на встрече, ему сказала, вот этот мужчина, который не оплатил товар. Все. Не так получилось, что они на встрече. Так, значит, вы, получается, так как контролер еще не подошел, стал кричать маму в след, мужчина, куда вы пошли, если не оплачен товар. Дальше что вы сказали? Дальше на встрече к нему контролер как раз, и я ему показала, как раз это говорю, вот этот мужчина, который не оплатил товар. Вопрос вам. Поясните, какой товар в указанное время Мамаев похитил? Можете его перечислить? Помидоры в упаковках, упаковка огурцов, по 600 грамм, которые в упаковочке у нас. Две пачки молока, булка сырная и детская игрушка была. Что произошло, когда Мамаев забрал товар и вышел с ним за заказ свою линию в холл магазина? Дальше уже контролер с ним. Когда я крикнулся, мужчина, куда вы не оплачен товар, контролер подошел, и все, я дальше стал обслуживать людей. В итоге товар, который Мамаев забрал 1 августа, в вечернее время суток, был оплачен либо возвращен в магазин? Нет. Вы видели в руках Мамаева денежные средства, либо банковские карты, которым можно было оплатить товар, когда он подъявил вам товар на оплату? Нет. Когда вы вызвали охрану, то охранник подходил к вашей кассе? Нет. Почему, если вы его вызвали? Потому что я сидела на 40-й кассе, а в это время контролер был в начале зала. И он как раз не успел забежать. Так, значит, вопросы вне Мамаева. Отверждаете показания Рябизова полностью частичные линии вторжения вообще, если нет в какой-то части? 51 статья Конституции. Мамаева, вы можете указать, какой товар вы похитили, находясь в магазине в вечернее время суток, 1 августа? 51 статья Конституции. Находясь в вечернее время суток в ОКЕЕ, 1 августа, не оплатив товар, почему вы его не оставили на кассе? 51 статья Конституции. Вы знали, что в ОКЕЕ действует масочный режим? 51 статья Конституции. Вы слышали, что вам кричали след в вечернее время суток, 1 августа, когда вы пытались покинуть магазин с неоплаченным товаром? 51 статья Конституции. Вы наставите на своих показаниях, подтверждаете их? Да. Вопросы друг к другу? У меня будут вопросы, да. Давайте, не снимайте. Да, это уж точно. Скажите, пожалуйста. Коротко так, чтобы понятно. Да. Вы сказали, что находились на кассе номер 40, правильно? Или вы ошибаетесь? Я в тот день работала в конце зала. Как я помню, 40-я касса была. Это точно? Я не помню, но я помню, что это был конец зала. 40-я, я не помню точно, какая касса. Мне к вам просьба, отвечайте так, чтобы вы помните. Понимаете, как я хочу, так я отвечаю. Хорошо, хорошо. Мне не надо указать, как мне отвечать. Так, подождите, стойте. Я вам задал вопрос. Я вам ответила. Вы сказали, точно не помню. Запишите, пожалуйста, ответ, который сказал данный свидетель. Он сказал, что касса номер 40. Я сказала, что они не помню. Все, вы выяснили, что точно не помните, вроде 40-я. Все, ответ получен. Сколько всего касс в этом магазине? 46. Вы на самой крайней кассе находились? Или сколько касс было до самого края? Я не буду на этот вопрос отвечать. Ну, вы можете ответить, не помни просто. Я не буду отвечать, я не помню. Так и говорите, что не помните. Вы точно уверены, что всего 46 касс, а не 36? Точно уверена. Точно. Зафиксируйте. Сколько выходов в магазин ОК? Если не знаете, можете ответить не знаю. Ну как, человек работает и не знает. А почему я должна на этот вопрос отвечать? Вот это смешно уже. Ну, подождите, не надо на меня голос поднимать. Так, ну, это смешно. Почему я должна на эти вопросы вам отвечать? Потому что вы свидетель, а я вам допросы отправлю. Сколько выходов, сколько что? Следователь, что происходит? Отвечать вам. Я это задаю не просто так вопросы. Подождите, вы ответьте, сколько знаете или не знаете? Сколько выходов? Прозвучал ответ, три выхода. Так, сколько выходов из магазина ОК, да? Входа выходов, это одно и то же. Ну, мол, я не беру. ОК, три выхода. На Шмита, правильно? Ленина Шмита. Два выхода на Ленина, один выход на Шмита. Мол, я не беру. Значит... Китайцы три, тогда если мол, три выхода на Ленина. Есть выход на Шмита. Есть два выхода на Русанова. Есть выход на Ленина. Все, я написала три. Все? И ответили, что есть еще через мол. Зафиксируйте, что есть три выхода и четвертый через мол. Это все выходы. Четыре выхода. Давайте дальше. Пожалуйста, сделайте замечание. Я хочу все-таки в спокойной обстановке, чтобы мы произвели допрос. Чтоб не я не нервничал, чтоб свидетель не нервничал. Давайте, начинайте. Сделайте замечание, пожалуйста. Свидетель все понял. Сейчас возьмем соблюдать. Значит, у меня следующий вопрос. От вас. Какой был ближайший выход из магазина? Окей. Если считать с молом, в сторону мола был ближайший и первый на Ленина. От меня. Ну, вы пошли на Ленина. Вопрос прозвучал, какой был ближайший. Я говорю, два выхода. Два выхода. Какой из них был более близкий? В сторону мола, как вы говорите, или в сторону Русанова? Так, она ответила, в сторону мола и на проспект Ленина. Нет, нет, нет. Она ответила, что... Какой из них был ближе? А я еще должна измерять? Да успокойтесь, вы что-то не стереть. Нет, ну вы что смеетесь-то надо мной? Я что, должна еще линейку взять и измерить? Да вы ответьте, что не знаете. Я вам ответила, два выхода. Это такие люди у нас, клиентов обширные. Как и вы. Покупатели, я не на работе в данный момент. Так, спорнуюсь. Спорнуюсь на проспект Ленина. В сторону проспект Ленина, правильно? В сторону первой, в сторону проспект Ленина. Господи, вы успокойтесь, что вы так мастер. Вы, надо в следующий раз такие вопросы задаете. Да я сам буду, я сам буду решать такие вопросы задавать. Я представляю, что вы в суде будете стереть. Если вы не знаете ответ, просто говорите, я не помню, либо я не знаю, все. Не ругаемся, давайте дальше. Так никто не ругается, я просто удивлен этой реакцией. Вы не давите на свидетеля. Как он ответил первоначально, так я и буду записывать. Те, еще раз повторяю, те ответы, которые вам необходимы, вы не получите здесь ответа. Вы только не нервничайте. Не оказывайте давление, я вам еще раз говорю. Я сделаю замечание в очной страхе, что вы оказываете давление на свидетель. Каким образом? Я задал вопрос, а начинается в ответ истерика какая-то. Дальше. Все, проехали, дальше начинаем. А, еще не видел, да? Действительно. Там не надо работать. Так все, давайте... Посмотрите, что такое призапреливание. У всех время ограничено. Продолжаем. Следующий вопрос. Задает Мамаев вопрос. Либо сначала слушайте меня. Либо я его отвожу, либо даю вам разрешение отвечать. Хорошо? Хорошо. Значит, вопрос. Вы сказали, что я стоял в очереди. Примерно сколько было людей в очереди? Я не помню. После того, как подошла моя очередь, за мной еще кто-то был в очереди? Люди стояли. Со мной в очереди присутствовал ребенок, либо женщина лет 35. Нет, вы были один. Вы попросили меня одеть маску. Что в ответ я ответил? По возможности дословно, если вспомните. Этот вопрос, ну не вопрос, а она озвучила это в своих показаниях. По возможности дословно. Ну, если человек помнит. Можете дословно? Я не помню. Не помню, хорошо. Вы конкретно говорили, где приобрести маску? Этот вопрос уже она озвучила в этом, в своих показаниях. Да, я говорила, где приобрести маску. Где? На инфопункте. Все равно зафиксируйте этот вопрос, чтобы он был четко, звучал от меня и был зафиксирован. Вы показывали мне жестами, каким-либо иным образом, где находится инфопункт? Да. Каким образом? Рукой, жестом. Рукой, ага. Говорила, находится ли? На чем-то. Сейчас записывается. Поясните, пожалуйста, где находится инфопункт? Со стороны Шмидта вход, как заходите в магазин в начале. С точкой. Инфопункт. Ага. Первый вход со стороны Ленина сразу же прямо. Сейчас первый выход со стороны проспекта Ленина. Да. Проспекта Ленина. Ленина, ага. И со стороны Шмидта. Между первой кассой и входом в торговый зал, да? Вот там вот такой вот. Со стороны Шмидта там кассы вообще нет, а то вы заходите в магазин. Как вход в вакейн. Ну вот, вход в торговый зал, где вот это вот. Вот вопрос. Со стороны Шмидта, вот вход. Со стороны Шмидта вы заходите в магазин. Прежде чем взять, где коляски стоят, коляски, и зайти в магазин, вот он сразу же. Инфопункт. И со стороны Ленина, между первой и второй, это первая касса как раз. Хорошо, он там один инфопункт или их там несколько? Один. Один. Так, какой вопрос мне задавать? Я хочу уточнить, где он находится. То есть я понимаю так, что он находится между первой кассой... Это вопрос. Вопрос. Он находится между первой кассой и входом в торговый зал. Правильно? Да. Да, вот, чтобы более конкретно это было понятно. Между лукер. Скажите, пожалуйста, у вас на кассе маски продаются? Нет. Вообще или закончились на тот момент? Это следующий вопрос? Да. Я уточняю, просто я хочу это поконкретнее. На кассах не продаются маски. Вообще. Вообще, все. На инфопункте и бесплатная масочка разовая, и в продаже масочки. Все, ответили. Спасибо. Скажите, пожалуйста, я мог оплатить товар в другой кассе? Вы могли бы собрать свой товар... Вопрос позвучал. Я мог оплатить... А пойти через зал на инфопункт, взять бесплатную масочку или купить и оплатить на другой кассе? Можно... Я вам ответила. То есть он должен был через торговый зал пройти? Через торговый. Все, я пишу, фиксирую. Или также оставить товар, сходить за масочкой, без очереди. Я бы оплатила. Правильно я вас понимаю, что я мог оплатить товар на любой кассе? Вы... Это... Я снимаю этот вопрос. Почему? Вам ответили, дали полный вопрос. Ой, ответ. Вы могли... Вы могли... Очень много-много если. Я задаю конкретный вопрос. Если вы бы находились в маске, то вы могли на любой кассе оплатить. А так как вы находились без маски, вас бы на любой кассе не пропустили без маски. Это ваше личное мнение. Это не моё личное мнение. Так, я пишу ответ. Я ответила на вопрос. Я правильно вас... Я ещё раз задам вопрос. Тогда вы его отведёте. Ну, зафиксируйте. Потому что ответа я не получил. Вот я пишу. Я правильно вас понял? Я... Я мог оплатить товар на любой другой кассе. И вам ответили. Если бы вы были в маске, оплатили бы на любой кассе. Я не спрашиваю, если... Это не если. Я могу оплатить товар на любой. Если бы вы находились бы в маске, вы бы на любой кассе оплатили. Если бы вы без маски, вы бы не оплатили. Вы задали вопрос. Вам сказали, что вы можете на любой кассе оплатить товар. Только товар вы должны либо оставить, либо пройти с этим товаром через торговый зал. Вопрос звучит следующим. Почему я... Давайте сейчас мы отвлечёмся. Почему я должен оставлять... Это я отдельно вернусь в товар на кассе. Как у нас нормальные покупатели делают. Нормальные покупатели и нормальные магазины обслуживают по-другому. Не как вы. Так, давайте ещё раз. Значит, ещё раз. Звучит мой вопрос следующим образом. Без всяких «если бы» и прочих условий. Как я хочу, так я и отвечаю. Как я хочу, так я и формулирую. Как мне отвечать. Я ещё раз спрашиваю. Хватит. Я задала вопрос. Написала. Я правильно вас понял? Я мог оплатить товар? На любой кассе. Если бы вы находились бы в маске, то да. Да это не вам решать, чтобы я находился в маске. Это не вам отвечать. Я должен только у вас, что ли? Глаза прикрой, а то выпадется. А вы мне не тыкать. Я делаю мне замечание. А ну-ка, тихо. Чё она на меня орёт? Чё она на меня орёт? Я ваш вопрос, ответ зафиксировал. Почему она мне хамить, тыкает здесь сидит? Я ему чё? Успокойтесь. Если бы вы находились в маске, то... Я с ним магазин не ходила. Прошу зафиксировать в протоколе. И тихо. Негативное отношение данного свидетеля ко мне... То же самое, что он мне тыкает. Сидит тут. Зафиксируйте, пожалуйста, в протоколе замечание. Я замечание фиксирую и от вас, и от свидетеля к вам. Так, замечание зафиксировала. Зачитайте, пожалуйста. Замечание обвиняемого Мамаева о том, что свидетель негативно настроен по отношению к нему. Замечание свидетеля Рибисова о том, что обвиняемый ей хамит. В моих замечаниях добавьте, что негативно настроен и кричит на меня. А вы на меня не кричите? Вы мне тыкаете, не кричите? Я сейчас обращаю следование. Можно я как бы не вмешиваться? То же самое, то, что он кричит на меня. Там моё замечание. Напишите, что в мой адрес идёт крик. Детский сад. Всё, пожалуйста. Давайте дальше. Следующий вопрос. Правильно ли я вас понял, что если бы я приобрёл маску на инфопункте, я мог бы оплатить товар на другой кассе? Да. Вы то же самое ответите же. То же самое, но не то же самое. Зафиксируйте мой вопрос и конкретный ответ. Два. Да. Посетители магазина, заходя в магазин, подходя к инфопункту, с какой стороны они подходят? Где окошечко для общения с покупателями-посетителями? Со стороны торгового зала или со стороны входа-выхода в магазин? С любой стороны. Так, ещё раз вопрос. Я ответила, ну, с любой стороны пишу. А вы, автор, скажите, посетители магазина, когда заходят в магазин, да? Посетители магазина, которые заходят в магазин, могут подойти к инфопункту с какой стороны? Ну, всё, подождите. Поясню, почему задают такой вопрос. Я знаю, почему вы задаете. Потому что это место находится со стороны входа-выхода в магазин, а не со стороны торгового зала. Но есть такие покупатели у нас, которые со стороны зала. Я не знаю, какие у вас там есть покупатели. Там у вас за куток, у вас там заходят ваши работники. А официальное обслуживание у вас происходит со стороны входа-выхода в магазин. Вопрос не в этом. Вы ответили, значит, как ответили, так ответили. Ну, я поняла, к чему вы клоните. В любом случае, вы товар должны были оставить на кассе и пройти туда, к инфопункту. Давайте не будем ваше мнение сюда добавлять. Давайте дальше. Значит, следующий вопрос. На инфопункте есть касса? Ну, вы говорите, что там можно приобрести платную маску. Значит, есть. Есть. Значит, есть или есть? Вам это точно известно? Если можно приобрести. Но вы знаете или предполагаете? Есть. Есть. Зафиксируйте, пожалуйста. Правильно я вас понял, что маску можно купить без маски. А иной товар купить нельзя в вашем магазине, где вы работаете. Я не буду... Снимаю вопрос. Зафиксируйте вопрос. Зафиксируйте вопрос. Обязательно. Поясните, пожалуйста. Вы конкретно рассказали мне, как пройти к инфопункту? То, что, как вы говорите, должны проходить, что там вот так, вот так, вот так. Вы мне объяснили, как я должен пройти к инфопункту? То есть, вы сказали, что показали жестом. Вы мне сказали конкретно, как пройти к инфопункту? Ну, включайся. Что? Я не помню. Угу. Не помню. Нет, подождите. Не пишите, я не помню. Я вам показала, пожалуйста, это показала жестом и сказала, пожалуйста, начали инфопункт. Вопрос звучит как? Вы мне конкретно объяснили. Я этот ответ фиксирую и все. Да. Все. Я показала жестом. Да, я не сказала, начали инфопункт. Руки. Сказала. Что? То есть, иным образом вы не пояснили. Я вам сказала, пожалуйста. Я это услышал. Это я услышал. Услышал. Вы мне скажите, вы конкретно разъяснили мне, как пройти? Вопрос звучит про жест, мы уже выяснили. Вопрос звучит. Вы в магазин заходите, если не первый раз, вы должны знать, где это находится. Все. Я вам ничего не должен. Вы конкретно мне объяснили, где? Мне ни в одном магазине не отказывают. Я рада вас. Нет, вы можете как-то, хотите отвечать. Нет, не объясняла или еще что там. Что? Я не помню. Напишите, вот я не помню. Все. Вот жест показала, я не помню. В руках у меня было что-то? В руках у вас был телефон, который вы снимали на видеокамеру. Все снимали на видеокамеру? Да, зафиксируйте, пожалуйста. Это я хорошо помню. И это тоже запишите, что хорошо, это помню. Ну, потому что вы потом выложили это все в группу. Мне скидывали это. И это зафиксируйте, что с данным видео свидетель ознакомлен. Я просто отвожу. Он вообще... 3 августа мне скинули. Запишите, пожалуйста, 3 августа. Вот даже могу показать. Я объясню, с чем это связано. Вот, могу показать. Мамая Владимировна, вы? Да, да, да. Вот мне скинули 3 августа число могу и вот. Да. То есть до возбуждения уголовного дела. То есть я к чему это веду? Ну, а вы-то скинули. Не, 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 все, все. Вы сказали, сказали. 3 августа, прекрасно. В связи с чем вы нажали на кнопку вызова? И когда это было? Вот просто сориентируйте меня. Когда вы отказались одевать масочку и начали собирать товар. То есть после того, как я начал собирать товар? Нет, когда вы еще отказались одевать масочку. Попросили у меня документы. Я вам еще раз сказала, на каком основании этот магазин у вас... Хорошо, давайте я сформулирую. То есть вы это вызвали до того, как я начал собирать товар? Нет, отвечайте. В связи с чем вы нажали на кнопку вызова и когда вы это сделали? Ну, давайте, ответьте, а я потом уточняю. Когда человек стоял без маски, во-первых, отказался и начал собирать товар. Я вам провяжу, так я не помню. И отказался одевать маску. Да, и начал собирать товар. Вот где-то между этим, в точное время, я не скажу, не помню. Поконкретнее. До того, как я начал собирать товар, либо после? Не помню. Не помните, вот это зафиксируйте. Скажите, пожалуйста, я вам предлагал позвать кого-нибудь к нам на кассу? Не помню. Скажите, пожалуйста, на каком расстоянии находился контролер и я, когда он подбежал ко мне от вас, от кассы? Так она же сказала, что она не видела уже этого. Вы что, не помните про этот сам паранчелыш? Нет, я должна брать реально линейку, как вы и когда он. Да я вам не скажу, сантиметра, миллиметра. Ну, примерно. Я не буду примерно говорить, потому что вы собрали товар и к вам на встречу. А одна же примерно это. Я так и отвечала этому. Не помните конкретно. На таком расстоянии я не помню. То есть, правильно ли я вас понял, что нашего разговора и все, что происходило, вы не можете, ну, не слышали? Нашего чего? Ну, возможно, разговора с контролером вы не слышали. Нет, нет, нет. То есть, разговора вы не слышали, что, о чем и так далее. Нет, нет. Что там происходило? Тогда скажите, пожалуйста, каким образом вы определили, что я направился к выходу? И к какому выходу? Потому что вы вышли уже за линию кассовой зоны и направились в сторону выхода, считай. Какого выхода? Со стороны Ленина. Давайте я вам просто поясню. У нас кассовая зона. Если вы вышли из кассовой зоны, все, это значит, вы неоплачиваем товаром. Поспокойнее. Все, я ответила вам. Поспокойнее. Самый первый выход со стороны Ленина был. К выходу так. Я еще раз, еще раз. Простойте. Откуда я знаю? Куда вы с неоплачиваемым товаром пошли? Вот, пожалуйста, зафиксируйте этот момент. Откуда она знает? Так, поскольку вы... Вы только что сказали, что откуда вы знаете, куда я направился. До этого-то как я ответила? Ну вот, поэтому я и пытаюсь, чтобы вы все-таки как-то нашли какую-то золотую середину и определили свои показания. Я вам еще раз говорю, вы вышли из кассовой зоны, это уже у нас неоплачиваемый товар, но в сторону выхода. Я вас спрашиваю, не откуда я вышел, а куда я вышел. Ваш вопрос. Как вы определили, куда я направился? К инфопункту, либо в сторону выхода? Она ответила, что к инфопункту с товаром неоплачиваемым. С неоплачиваемым товаром на закасовую линию или кассовую линию не выходят. Это ее... Это не мое, это вообще. Я вас спрашиваю не то, что у вас там какие-то правила внутренние установлены. Я вас спрашиваю по факту. Вы сказали, что... Я вам ответила, пожалуйста. Не перебивайте меня. Человек подумал, что вы уходите с товаром. Вот так и запишите, что он подумал. А я не подумала, а вы вышли из кассовой линии и с товаром неоплачиваемым. Вот можно как-то, я не знаю, может вы сформулируете вопрос. Вопрос достаточно четкий и ясный. Откуда я вышел? Вы сказали, что с того момента, как я вышел от кассы, вы за мной больше не следили. Ничего не знаете. Я вас спрашиваю. Я вам след кричала. Куда мужчина выпашил неоплачиваемый товар? Я забыла вас спросить. Так, вы вышли с неоплачиваемым товаром. Какой ответ-то звучит у нас? Вы вышли... Ответ, а не вопрос. Смотри, давайте мы... Уже дерганный какой-то. Я очень дерганный, потому что в данный момент происходит фальсификация. Фальсификация. Да вот ты не сомневаешься, что вы причинили физические повреждения охраны? Серьезно, что ли? Не сомневаетесь? Потому что вы ведетесь, а неадекватно. Реально. Вы провоцируете данный момент конфликт. И вот этот свидетель... Я спрашиваю, какой ответ? Я задаю простой вопрос. Как вы определили, куда я направился? По пункту, либо в сторону выхода. Какой ответ? Исказывая ли зоны на выход у нас с неоплачиваемым товаром. Не выходят. Значит, я определила, что он вышел к выходу. То есть, ваш вывод на предположениях, на вашем личном мнении основан. Правильно я вас понимаю? Получается, вы вышли с неоплачиваемым товаром, и я определила... Определила что? Что он... Ну, выходил на выход. Что он пошел? Я и спрашиваю. Почему вы так решили? Почему вы так определили? Мог я находиться с товаром и идти на инфопункт? Со стороны этой, со стороны выхода, не могли. Потому что у вас товар был неоплаченный. Вы вышли из заказа в инфекте, неоплачен товар. Успокойтесь, не стучите по столу. У меня ведется аудиофиксация. По столу не стучите. Я вас спрашиваю фактические обстоятельства. Понимаете? Вы как свидетель. Я не буду больше на этот вопрос отвечать. Я ответила один раз. Я опрошу его. Давайте я задаю вопрос. Подождите минуту, я задаю вопрос. Я больше не буду на этот именно вопрос отвечать. Я ответила один раз. Все. Я задаю вопрос. Когда вы кричали Мамаеву, остановитесь мужчина, он реагировал на ваши крики? Нет. Так, дальше. Вы допускаете, что Мамаев мог пойти, как вы говорите, с неоплачиваемым товаром на инфопункт? Что-то ему препятствовало это сделать? Он мог бы с другой стороны обойти и пройти на инфопункт. А с этой стороны мог? Нет. Ну, физически. С товаром нет, неоплачиваемым. Я считаю, нет. Он даже ходить разрешился. Так, подождите. Вы допускаете, что Мамаев мог с неоплачиваемым товаром пройти через конфопункт, через холл? Ну, заказ, да. Через холл, пускай, да, более. И вы ответили, что нет, такое не делается в магазине или чего? Такое не делается в магазине. У нас или оставляют товар, бегут за масочкой, или собирают товар, внутри зала проходят. Но такого у нас нет. Как-то может еще раз? Это физически происходит, а человек смотрит, говорит, что человек нет, говорит. Ну, как это нет? Нет, ну, это что могло помешать ему пройти? С неоплачиваемым товаром. Вот, да, да. Не с оплачиваемым товаром. Я уже отвечаю на этот вопрос в десятый раз. Если человек не доходит, извините. До вас не доходит. Вам говорят, что человек физически идет по фунту. Это вы идете, вы думаете, что вы идете. Вот я и спрашиваю, почему она так думает? Почему она решила, что я иду на выход? Если там, она сказала, что я дальше начала обслуживать посетителей. И не наблюдала, не видела мое общение с контролером. Откуда у нее сделан вывод, что я шел на выход? С неоплаченным товаром. С неоплаченным товаром, как вы говорите. Откуда у вас вывод, что я шел на выход? Так, ну, какой вопрос? Вопрос все тот же самый. Я ответила, я уже отвечать на него не буду. Все. Какой еще раз вопрос? Объясните своему... Задайте, пожалуйста, мой вопрос. Я уже и на вас вопрос ответила. Я не буду отвечать на него. Потому что на меня какая-то негативная реакция. Ответьте своему... Скажите, какой вопрос? Один раз задаю вопрос просто, да. Что-то мешало ему пройти на инфопут? Я отвечать не буду, я уже ответила. Вы не будете отвечать. Я уже ответила на этот вопрос. Так можете и написать. Скажите, пожалуйста, вот вы вот этого человека называете, опишите его, который вот по кнопке вызова бежал, которого вы видели. Как он выглядит? Опишите, кого? Контролера. Называют именно контролера. Опишите, как он выглядит. Высокий. Седоватый, в очках. Описала? Да. Скажите, пожалуйста, вы с ним знакомы? Как его зовут, знаете? Ну, может, какие-то... В каком плане знакомы? Знаете, как его зовут? Нет. Не знаете. Вы можете сядете, вместо меня попечатать? Нет, спасибо. Давайте. Чего? Вы-то на меня-то еще так негативно реагируете. Это не моя работа, мне за это деньги не платят. Потому что имейте какой-то промежуток времени между ответами и вопросами. Я же вам не машина. Извиняюсь, просто хочется задать следующий вопрос. Говорите. Спасибо. Значит, как зовут? А знаете ли вы, в какой должности он работает? Снимаю вопрос. Зафиксируйте. В какой должности работает и в какой организации? Будете отвечать, нет? Я снимаю вопрос. Зафиксируйте. Зафиксируйте. Следующий вопрос. Стойте. Ну, перестал нажиматься, я поэтому и продолжаю. Хороша логика. Просто вообще на ура. Мужская логика. Согласен. Я всегда говорила, что мужчина только в одном полушарии работает, а у женщин два. А вы сейчас меня, скажем так, осуждаете по половому признаку? Нет, я просто информацию до вас доложу, что мужчина... Да вы при себе держите эту информацию. Оно, кстати, не секрет ни для кого. Да? Ну, я согласен, что у нас разные понимания мира. Да. Данный вопрос так не знаю. Так, дальше что? Вы все время называете его контролером. По каким признакам? Снимаю вопрос. Зафиксируйте вопрос. Контролер и охранник. Это одинаковые должности? Зафиксируйте. Я вообще не такой контролер и охранник одной должности имеет. Я не для вас, понимаете? Я в рамках своей защиты... Так, а зачем вы меня это спрашиваете? Я что, вы их не... Вам всю стратегию защиты выложить или что? Вы свидетель. Не надо здесь шмаркаться. Не спрашивайте. Я же вижу, вопрос не по существу, поэтому я провожу. К вам они никакого отношения не имеют. И к настоящей очень ставке проводим. Так, зафиксировали? Следующий вопрос. Что вы кричали конкретно контролеру? Вот мужчина вышел с неоплачиваемым товаром. Что и вам. Мужчина, куда вы пошли с неоплачиваемым товаром. На видео зафиксировано. Я рада. Да, и вы это видео видели. Я рада. Я 30 раз не смотрю это видео. Я один раз посмотрела, а мне смешно стало. Ну, будете смеяться. От вашего поведения. Да, будете смеяться. Лон уехал, цирка остался. Да, да, да. И с вами тоже цирк останется вскоро. Ну, у вас всегда цирк встает. Так, не надо, пожалуйста, угрожать следователю. Оказывать давление на него. Я никому не угрожаю. Оставьте при себе свое мнение. Виновный вы, невиновный. В данный момент мне высказывают какие-то претензии. Свидетель. Так же, как и вы. Я с вами вообще не общаюсь. Я вам задаю конкретные вопросы. Скажите, пожалуйста, вот вы прям так дословно перечислили, какой был товар. Каким образом вы его зафиксировали? Запомнили. Просто, ну, столько времени прошло. Откуда вам вот так все известно, ну, какой товар был взят? Ну, просто в каких-то вещах вы вообще не помните что-то, а здесь прям так дословно все перечислили. Я это вспоминала. А? Если вы, да, я действительно вспоминала. Ну, да, если бы у вас не было какого-то источника, я бы... У меня память хорошая. Память хорошая, хорошо. Зафиксируйте, что хорошая память. Вы так дословно перечислили товар, вы его помните, да? Почему вы так хорошо запомнили? Третьего часа видео скинули, я еще посмотрела, уточнить точно. Вот, зафиксируйте, что из видео, да? Третьего сентября, которое я просмотрела. Хорошая память и видела, повидела. А сегодня это число какое? Правильно? Хорошая память, видела, повидела. Третьего сентября, уточните. Этот товар лежал где? Третьего сентября вы заново, что ли, просматривали видео, получается? Мне скинули, я смотрела. А так третьего сентября это лежало? Третьего сентября. Не августа? Третьего сентября я же показывала. Не в момент, когда, да? Я же показывала число, я еще число показывала. По-моему, августа, я срагировал, что августа. я еще показала, смотрите, третье число нет, там по-моему августа было я сейчас уточню я вам могу уточнить я же показала, еще третье число я на август среагировал, там август было написано а, 3 августа, да 3 августа, да, значит, 3 августа я смотрела то есть это получается через день через день, если первого это это третьего мне скинули, я смотрела 3 августа вопрос звучит следующим образом где лежал товар? ну, если вы стояли в очереди на ленте на ленте он лежал на ленте он лежал то есть просто вы товар помните странно было бы, если бы вы не поняли, где он лежал на ленте он лежал пакет был у вас в руках пишу, пакет большой, белый дальше в руки вы брали этот товар? этого я не помню нет, вроде бы но я не помню я точно не буду говорить я не помню права я не права не помните не помню скажите, пожалуйста известны ли случаи, когда контролер, охранник на работе находился в нетрезвом состоянии? снимаю вопрос зафиксируйте вопрос известно ли вам, где находится помещение досмотровой переговорной, как угодно куда охранники сопровождают покупателей я снимаю я не буду почему он вообще вы воздаете? он меня не касается я просто спрашиваю знаете ли вы, где находится это помещение? ну зафиксируйте где находится досмотровая известно ли вам в этот когда это все происходило вызывал ли кто-либо полицию? когда это что происходило? вызывал полицию вызывал ли кто-то полицию? вам известно? неизвестно? я ничего не знаю я все я вопрос вручил когда это что происходило? когда вы похитили товар? что же все похитили? да похитили да не похитили когда это произошло? когда это что? событие когда это происходило? когда вы напугали охранника? когда вы похитили товар? я напугал охранника? вы уж не спешите когда вы что сделали? вот я не понимаю что происходит? настолько предвзятое отношение вынес товар? так мне написать? Когда происходило данное событие, о котором мы сейчас ведем речь, кто-либо вызывал полицию, неизвестно, допустим, неизвестно, кто вызывал полицию и по чьей просьбе. Данному человеку неизвестно. Вы сказали, что товар не был оплачен. На чем основано это утверждение? Он не был оплачен у вас или был не оплачен вообще? Откуда у вас эти данные? Если вы вышли из кассовой зоны с товаром не оплачиваемым... Нет, вопрос звучит, либо у вас на кассе конкретно не оплачивался, либо у вас имеется информация о том, что он вообще в магазине был не оплачен. У меня на кассе не оплачен. Ну, то есть, я мог оплатить на другой кассе? Нет, у меня на кассе не был оплачен товар. Просто это уточнить к тем вашим показаниям, что когда вы говорили, что товар не был оплачен, вы имели в виду, что не оплачен был именно у вас на кассе. Ну, в данный момент про мою же кассу, когда это все случалось. Ну, прозвучало так, что он не был оплачен вообще. Я про свою кассу. Хорошо. Я вообще не был оплачен этого на моей кассе. Все, вы за это и говорите. Вот вы сказали, что охранник не успел добежать до кассы, где вы находились, правильно? Да. То есть, он сразу же подошел ко мне, не доходя до кассы, где вы находились, правильно? То есть, охранник, когда направлялся в сторону кассы, бежал, да, он не добежал кассы, как вы сказали, не добежал до вас, а сразу же ко мне обратился, правильно? Не сразу же ко мне обратился, я ему показала. Вот мужчина этот белой курточки, вот, он к вам навстречу и выкли ему как раз получилось так, что... Но он же как-то остановился, он направление свое сними... Потому что я ему еще говорю, мужчина это, вот, говорю, вот этот мужчина. И он понял, что к вам надо подходить. Ну, то есть, он до кассы не добежал, он по вашему жесту, указанию, увидел, кому конкретно нужно подойти, правильно? Ну, понятно, вы ему кричали на расстоянии... И сразу, я ему указала на вас, как на человека, который вынес товар, правильно? Да. Кричали, зафиксируйте, что... Кричала, потому что вы-то были далеко уже. Ну, и он, соответственно, был далеко, правильно? И он далеко был, а он как раз шел. Да, вот, ну вот, мы с ним и встретились. Скажите, пожалуйста, вот, когда я вышел от кассы, опишите, как я шел, я имею в виду, быстро, медленно, не спеша, ну, как-то охарактеризуйте. Бежал я. Охарактеризуйте мое движение. Я не помню, как вы бежали, шли, бежали, шли, быстрый шаг, медленный шаг. Не помните. Потому что, может, знаете, может, у меня быстрый, по моему мнению, быстрый шаг, а по вашему... Нет, ну, бег вы-то можете отличить от ходьбы, я надеюсь? Ходьба есть быстрая, и спортивная есть. Нет, ну, бег и ходьба. Ходьба быстрая есть, представляете? Есть, да, ну, вы... Вот вы скажите, что... Быстрая ходьба, я могу сказать. Нет, то, что вы можете сказать, вы опишите и на ту ситуацию. Я не сомневаюсь, что вы можете сказать все, что угодно. Так, я что-то что-то я не помню, я не помню, или... Так я говорю, я не помню. Ну все, не помните, так не помню. Я не помню, может вы быстро, а может вы ходьба шли медленно, а может вы вообще ползли. Товар помню, а все остальное не помню. Да. Избирательная память. Вы же помните, когда снимаете на видео. Какими нормативными документами вам запрещено обслуживать покупателей на кассе? Это вообще по всему городу было распоряжение. Что в магазинах, в гипермании, без масок, не обслуживаются. Работодатель вас ознакомливал с какими-либо приказами, распоряжениями и тому подобное о запрете обслуживать покупателей без маски. Да. Поясните. Я пояснять ничего не буду. Так, подождите, я сама сниму, если надо вопрос. Если он будет не по существу задан, задавайте. Когда вас ознакомливали? Снимаю вопрос. Зафиксируйте. В каком месяце вас ознакомливали? Я сняла вопрос. Я буду задавать по-другому эти вопросы. Вы их снимайте, я их буду задавать. Вас ознакомливали письменно под роспись? Снимаю. Фиксируйте. На данный момент вы умышленно существенные вопросы отводите. Они не относятся. Они относятся, потому что это напрямую связано с правомерностью отказов. Я считаю, что нет. Вы можете считать все, что угодно. Я имею право, чтобы задать вопрос и получить на него ответ. Вам сказали, почему вам отказали по распоряжению. А когда и зачем люди подписывали эти приказы? Я считаю, что это не по существу. Да вы можете, я еще раз вам говорю, вы можете считать все, что угодно. Я считаю иначе. Я как лицо участвующее имею право. Я выясняю, что угодно есть или нет. Вы испытываете в данный момент ко мне личную неприязнь, судя по вашим действиям. Назовите, пожалуйста, реквизиты нормативного документа, на который вы сослались. О запрете обслуживать покупателей на кассе без маски. У вас хорошая же память. Вы заметили, что я сижу в маске? Заметил. Но у вас маска не одета, как положено. У вас вообще ее нет. Так, подождите, назовите, пожалуйста, реквизиты конкретного нормативного документа, который запрещает обслуживать покупателей на кассе без маски. Вы помните этот реквизит? Не надо подсказывать. Я не буду отвечать на этот вопрос. Я все сказала. Вы ссылаетесь, вы отказываетесь. Так же, как и высылаетесь. Вы... Так вы мне ответите, стойте. Я не буду отвечать на этот вопрос. Вы не имеете. 307-я статья Уголовного кодекса. Вы обязаны. Я ничего вам не обязана. Не мне. Вы обязаны... Я ответила. Я не буду отвечать на этот вопрос. Уголовный ответственный за отказ задачи ложных показаний. 51-й пунктик. Вот так запишите. 51-й... Отвечать на указанный вопрос отказываюсь. Запишите тогда 51-й статью о Конституции. Сослался свидетель. Это вы ссылаетесь. Так вы будете отвечать или нет? Следующий вопрос. Вы отвечать будете? Следующий вопрос. Мне улыбаться не надо. Вы мне не указываете. Так, смотрите. Вот вопрос задали. Вы или... Помните? Я сюда не глазки пришла с тобой. Понимаете? Мне еще ребенка, еще врачу. Из-за вас, блин. Из-за меня? Обслужили бы на кассе, не было бы никаких проблем. Вашу агрессию не надо здесь проявлять. Так, вы отвечаете на вопрос... Я не буду на вопрос отвечать. Да, давайте. Следующий вопрос. На каком основании вы не будете отвечать на вопрос? Мое право. Зафиксируйте ответ. Зашитесь на норму права, дающего вам это право. Так, я снимаю вопрос. Зафиксируйте его. Работодатель наказывал ли вас, либо кого-либо другого, за обслуживание без маски? Либо есть угроза на эту тему? Я не буду на этот вопрос. Я снимаю этот вопрос. Давайте его зафиксируйте тогда, пожалуйста. Скажите, что вы видите не видеосвязь. Вот так телефон взяли. Давайте вопрос к кассиру. Как вы считаете, если бы вы продали товар, а мама его без маски, вы бы нарушили внутренние нормативно-правовые акты магазина? Ну, во-первых, я бы не продала товар без маски. Мой ответ. Не продали бы в любом случае. Не продала бы в любом случае. В следствии того, что вы нарушили что-то или как? Или по своему внутреннему убеждению, что мама его вам не нравится? Так, я вообще не понимаю, что... Я не буду, что мама их мне нравится. Что за глупые вопросы? Нет, вопрос-то постой. Я не обслуживаю человека без маски. Все. В силу того, что есть закон. Какой-то приказ у вас. Закон по Мурманской области без масок. Я же это и хочу услышать. Смешные вопросы. Реально. И у меня будет еще последний вопрос. Так, как вы мне уже... Последний вопрос. Вот скажите, вы лично читали те нормативные документы, на которых вы говорили? Че, че, че? Какой вопрос? Лично вы читали нормативные документы, на которые вы сейчас ссылались? О том, что как бы запрещено обслуживать покупателей... Ну, знать можно от кого-то. Я спрашиваю, вы лично читали? Я читала еще в троллейбусе, ехала, когда мне запретили без масочки, не пустили в троллейбус. То есть вы лично читали в троллейбусе, правильно я вас поняла? В чем там суть заключалась? Почему вы вдруг решили в троллейбусе его почитать? Потому что меня я забыла, меня не пустили в троллейбусе, а я маску забыла. Ну, зафиксируйте. Я потом купила маску и проехала в троллейбусе спокойно. Зафиксируйте, пожалуйста, то, что сейчас сказали. Этот нормативный документ где был? Он на стекле висел? Снимаю вопрос. На стекле висел или вам дали? Я снимаю этот вопрос. Ну, я догадываюсь, что там что-то, видимо, видимо, агитационного материала висело на стекле в троллейбусе. Пишем вопрос? Да, да, конечно, пишем. Ну, я предполагаю, где можно ознакомиться с этим документом в троллейбусе. Ну, то почему вы задаете вопрос, эту воду, куда вы льете? Затем, что я потом уже буду давать свои показания, я все это объясню, почему я... Где вы его читали, да? Этот вопрос мы уже... Ну, да, да. Какой вопрос у вас звучит? Да это вообще к этому делу не читает. Второй уже вопрос звучит. Да это вообще к этому делу не касается. Не перебивай. Я снимаю этот вопрос. Не надо мне тыкать, пожалуйста. Я вам не тыкаю, я вас говорю, не прошу, не перебивай. Вы меня тогда не перебивай. Свидетель. Какой вопрос? Понимаете, вот хамство, когда влезают в разговоры. Какой вопрос? Где вы читали этот... Научите общаться с людьми. Я взрослый человек. Я тоже взрослый, а не маленький человек. Так она написала в троллейбусе. Вы говорите, где я читала в троллейбусе? Да, Господи, помолись. Вы мне не тыкайте. Я вам не тыкнула ни разу. Не надо влезать в разговор. Да вам не дочка, не жена, чтобы вы мне тыкали. Не надо. Успокойтесь, все. Задавайте свой вопрос. Еще раз говорю, цирк уехал, клоун от вас. Хамрел, что ли? Задавайте вопросы. Мы уже на финишере. Ну и уже все. Я не могу понять, почему я не могу закончить свой вопрос. Потому что это дело не имеет никак. Ты кто такая? А вы мне кто такой? Ты кто такая? Я... Я... Тихо. Успокойся. Мальчик. Деточка. Ротик прикрыла. Давайте с вами. Рот прикрой. Сейчас упередуем сделать на штабке. Успокойтесь. Рот закрой. Стой, закройте, пожалуйста, рот. Рот закрой. Хамрел, я... Успокойтесь. Вы слышите меня? Я сказал, рот закрой. Я вас слышу. Сделайте замечание. Давай надо сделать. Что ты орешь на меня? Хамрел. Что ты орешь на меня? Не тыкай. Не лезь в разговор. Дай мне закончить вопрос. Не тыкай. Тихо. Рот закрой. Выйдите там и там поругайтесь, если что. Мне дочь моя 16-летняя. Ты... Что это делается? Хватит орать на меня со своей дочерью. Успокойтесь. Прекратите. Вы в октябрьском отделе находитесь. Они... Сделайте замечание, пожалуйста. Я пишу замечание. Я пишу замечание обоим. Я не могу уже вопроса задать. Это что такое? Бедный, несчастный. Я не закончил вопрос. Я не закончил вопрос. В троллейбусе. Ну, на данный момент у меня больше вопросов нет. Значит, заявление у меня следующего характера. Подождите. Я ничего писать не буду. От руки сейчас будете писать. От руки? Да. Я вам полосочки приготовлю. Много будет замечания? Побольше полосочек, да. Я буду делать замечания на наследователя и на саму процедуру. Хорошо. На сколько? Ну, давайте штучек 5 хотя бы. Почему вы у меня не спрашиваете? Можно видео, что я... Там мое лицо. Как бы. Хотя он не имел права с мое лицо трогать и выставлять. Поддайте на меня все. Я за это... Я против, чтобы выставляли видео с моим лицом. Поддайте на меня все. Вырезайте меня как-нибудь. Подам, не переживайте. Поддавайте. Я против, я сразу сказала. Не публично доступует. Ну, знаете что? Мое лицо. А что с вашим лицом? Он право снимает, он снимает мое лицо именно снимать. Нет, вы не являлись в этом. Да, ну, извините, как бы мое лицо там замечено. Ну, год и... Поддайте на меня в суд, я же вам еще разговариваю. Я вас забыла спросить. Я не с вами разговариваю, Аферок. Не власти. А я вот теперь хочу тоже вам помешать, подписывать. Вы мне мешали разговаривать? Я сейчас вас удалю с кабинета. А, то есть меня все-таки удалите, да? А свидетеля не удалите. Потом приглашу, когда будете его разговаривать. Вот здесь тоже? Да, да. Вы делаете замечание мне, а не делаете замечание свидетелю, который указывает, что делать с этими видеозаписами, к которому не имеет никакого отношения в данном уголовном деле. Вы хотите избавиться от меня? Очень. Слушайте, у нас вроде так все хорошо шло. Я прям буду расстроен. Печально. Если вы вернете с отпуска, вам обратно вернут дело или нет? А я не вернусь, пока вас не рассмотрю. Мне кажется, Авраменко надо в первую очередь собрать. Вот там жестко будет, крепко. А можно хотя бы конденсацию? Абраменко жестко и крепко. Известно уже кому нет? Нет, там-то понятно, что тоже как бы. Ну, она сейчас и старше. А известно кому нет? Нет, потому что это распределяция. Я просто разговариваю. Я просто мечтаю. Вы останетесь со мной навсегда. А, мечтаете? Ну, слава богу, что я уже расстроился. Возможно, если мне не улыбнется удача, а? Последний раз. Вы выпустите? Так, мне надо, чтобы вы вышли из кабинета. Мы успеем перегонять? Маску одеваем, пожалуйста. Без маски я не обслуживаю. Товаров, пробейте аппараты, примите. Я не буду пробивать товар, вам ведьма. Почему? По закону Мурманской области. По закону Мурманской области? Да. А можете его показать? Мужчина, поройди, пожалуйста, на инфопункт, вам там все покажут. А вы можете позвать кого-нибудь с инфопункта? Я могу охрану позвать. Значит, смотрите, девушка, я туда же тебе в пакет кладу. Раз вы отказываетесь. И делаю на вас сообщение в полицию за то, что вы нарушаете права потребителей. Всего хорошего. Мужчина, куда мы пасли товаром? Как я выжил, где он? Мужчина!